На еженедельном оперативном совещании в районной администрации вновь говорили об оптимизации муниципального предприятия «Дороги и транспорт». Решением Алексея Валова оно будет объединено со службой озеленения и благоустройства. Руководитель района заявил о намерении переломить ситуацию с зимней уборкой городских дорог в Щелкове, чтобы в следующем сезоне сбоев уже не было. У нас этот год как лакмусовая бумажка по зимней уборке. Внимательно все проверить, внимательно все просмотреть, внимательно все проанализировать, решить все абсолютно формальные вопросы, связанные с собственностью, с передачей в управление оперативное и так далее. Ряд вопросов совещания касался сферы ЖКХ. Новый начальник управления по ЖКХ и благоустройству Роберт Макарян доложил об укомплектовании аварийных ремонтных бригад и обучении действиям в случае возникновения ЧАЭС. Для дополнительного стимулирования работников и повышения их профессионального мастерства Алексей Валов объявил смотр-конкурс аварийно-восстановительных бригад с хорошими призами и премиями. Управление по ЖКХ разработало план мероприятий по стабилизации финансового состояния организации ЖКХ и развитию конкурентных отношений в этой сфере. Основные мероприятия направлены на снижение задолженности и погашения между управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями, также ресурсоснабжающими организациями и Газпромом. На проведение комплекса мер по систематизации платежей граждан, проживающих на территории Щелковского муниципального района за жилищно-коммунальные услуги. Мероприятия предусмотрены в том числе надзорные и фискальные. Это ненормально, когда управляющая компания регистрируется, получает лицензию и дома в управлении и сразу начинает накапливать долги перед ресурсниками. Район больше за них платить не будет, подчеркнул Алексей Валов. Долги, которые стоит управляющая компания, я каждый раз подчеркиваю при совещании с семьей, я бюджета гасить не буду. И совет депутатов мне больше никогда не даст гасить, как это делалось раньше. Наш бюджет должен работать на район, районный бюджет. Городской бюджет должен работать на город, а не то, чтобы мошенникам издержки выплачивать. Поэтому все равно добьемся, что их, в конце концов, пересажают. Особое значение сегодняшнее оперативное совещание имело для глав и руководителей городских и сельских поселений. Обнародован внутрирайонный рейтинг поселений за 2016 год. Для одних повод порадоваться, для других задуматься. Лидером итогового рейтинга эффективности деятельности органов исполнительной власти городских и сельских поселений оказалась Щелково. На втором месте сельское поселение Медвежье-Озерское, на третьем – Монина. Поселение поднялось за счет участия в программе восстановления инфраструктуры бывших военных городков. Улучшило показатель Анискина. Ухудшили места в рейтинге Фрянова, Трубино, Свердловский, Гребнево, Загорянский. Когда нет взаимопонимания между Советом депутатов и исполнительной властью, то и о развитии поселения речь не идет, и о высоких местах в рейтинге тоже. Так было в Загорянке, в результате чего там в конце года сменился руководитель администрации. Рейтинг составляется на основе тематических модулей и конкретных показателей. Отметим, что лучшая среди сельских поселений Медвежье-Озерское лидирует по организации бюджетного процесса, спортивной работе, электронному документообороту. Вопросы ЖКХ успешно решаются во Фрянове. Дорожная сфера, потребительский рынок, малое предпринимательство, культура – тут на первом месте Щелково. Лидерство в работе с детьми и молодежью поделили Щелково и Монина. Также учитывались такие позиции, как чуткая власть и открытость власти, медиа-активность, исполнение поручений районного руководства, количество обращений на горячую линию и добродел, актуальность официального сайта. Я попрошу всех взять соответствующее рейтингование эффективности действий органов исполнительной власти городских сельских поселений и провести у себя разборы на территорию, с привлечением администрации, поставить свои оценки справедливые в этой работе и поставить задачи, которые позволят эти рейтинги поменять. Поменять, чтобы всем вместе работать на рейтинг района. В прошлом году мы заняли высокое пятое место и терять позиции нельзя. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».